Жара властвует в столичном регионе. По прогнозам синоптиков, столбики термометров всю неделю будут показывать за 30. Идеальная погода для тех, кто любит понежиться на солнце, а спасаться от палящих лучей в воде. Однако не все горожане знают, где разрешено купаться и как вести себя на пляже. Об этом материал Олеся Жигановой. Вот сейчас мы видим на левом берегу сидит на доске наш пациент. Подобные пациенты в практике судоводителя Виктора Задубровского встречаются каждый день за рулем такого транспорта. Он 62-го года. Многократный чемпион СССР и России по водно-моторному спорту последние 6 лет служит в Химспасе. Граждане отдыхающие, соблюдайте правила поводения на воде. Не купайтесь в неположенных местах. На территории Хима купаться разрешено только на пляже парка имени Льва Толстого, строго до Буйков, о чем свидетельствуют 45 информационных счетов вдоль берегов. Однако по статистике в запрещенных местах принимают водные процедуры примерно 50% от общего числа отдыхающих. Виктор Задубровский беспокоится за каждого. Суда не имеют тормозов. Пловца видно над водой всего 25 сантиметров. Сколько голова над водой находится, столько и видно. Мертвая зона у ракеты 90 метров слепая зона, когда капитан не видит. У больших кораблей 300 метров. Баржи идут, у тех еще больше. И вот пловцы, которые плывут и говорят, что я вижу, не понимают опасность. Не понял опасности и вот этот 25-летний житель Химок. Артем заплыл далеко за Буйки. Помощь подоспела вовремя. Правда, оказалось, что молодой человек вовсе в ней не нуждался. Я поспорил с человеком, что я реально переплыву. Ну и в итоге не получилось. А вы понимали, что это опасно? Да, конечно, понимал. А зачем тогда? Спор есть, спор. Таких отчаянных смельчаков и ищут спасатели Химспаса во время ежедневного патрулирования канала. Всего в их арсенале 5 катеров. Этому катеру всего полтора года. Он идеально подходит для водолазных работ. Здесь низкая палуба и есть специальные кронштейны, к которым крепится вот такая лестница, чтобы спасателям было удобно спускаться под воду. Плюс ко всему судно развивает скорость до 70 км в час. А это значит, что помощь придет в кратчайшие сроки. Спасатели Химспаса рады приветствовать вас к нашим пляжам. Безопасность обеспечивают не только с водной глади, но и на суше, а также с высоты. На единственном разрешенном пляже, к слову, и самом благоустроенном в Подмосковье, спасатели дежурят с 10 утра до 8 вечера по будням, выходные на час дольше. В смене три человека. Один из них наблюдает за происходящим с помощью монитора. Это новинка этого года. Тут постоянно ходим сюда. В прошлом году, в позапрошлом. Красивый довольно-таки пляж. Можно купаться. Ну, удобно тем, что ходит автобус из Новых Химок. И мне вот с ребенком, например, это понравилось. Раздевалки, медпункт, душ, чистое дно. На этом пляже есть все для культурного отдыха. Но некоторые об этой самой культуре забывают. Если у нас, ну, вдруг особо выпившие люди захотели искупаться, мы, по сути, запретить не можем. Тогда мы берем лодочку и, ну, так, недалеко, чтобы не мешать, сопровождаем потихоньку, смотрим, чтобы ничего не случилось. Случиться или нет, зависит от сознательности самих горожан. Прыгнуть с заград ворот или переплыть канал на спор легко. Махнуть рукой на предупреждение еще легче. Но стоит ли это жизни? С апреля по данный момент погибло уже шесть человек. Олеся Жганова, Андрей Хомченко, Служба новостей.